и квантовым скачкам человечества просто выдохните и разрешите себе богатство или хотя бы просто удовольствие это не обязательно должны быть огромные финансы которых зачастую люди боятся поначалу потому что деньги это стихия какие вода, какие воздух есть кто-то, кто боится высоты кто-то боится воды, кто-то боится полетов ну то есть волн больших вот точно так же деньги это гигантские волны потоки энергии и любой человек, обладающий такими потоками рассказывает, какой он учился как сервер на них взбираться на них нестись вперед и так далее да, может быть сначала это не гигантские волны но просто поиграть с этой стихией денег можно же как можно стоять в степи или где-то на высоте раскрыв руки, как крылья и ощущать потоки ветра точно так же можно сейчас раскрыть руки и ощущать потоки денег ветер денег ветер финансовый, изобилие, возможностей финансы это только часть изобилия но немаловажно и нивелировать ее не надо потом попробовать больше этот поток ощутить ежедневные тренировки можно даже кстати я вчера в одной из групп в телеграме там есть много групп у коллег в которых мы состоим групповые работы не только вот энергетические и лайтвокерские а просто классические телесные практики работы с блоками, страхами, шоками и вот в одной из таких быстрой помощи при шоках простой таппинг моя любимая тема я ее много лет занималась и почему-то в этот раз забыла о ней ну другими телесными практиками выводила и шок, и себя и вот этот посттравматический синдром чтобы не захватил и вдруг это такое эхо из мирной жизни и те чудеса, которые у меня были когда я любила таппинг Бреда и Етса у него целый канал есть и там очень мудрые установки очень красивые, очень выверенные в общем он очень со мной резонировал или я с ним мне нравилась тонкость подачи легкость, с которой он подходил ну в общем его образ мышления и вот этот поток, который он через себя проводил вот это один из вариантов которые здесь тоже в свече есть как через тело расслабление тела таппинг я наверное потом в комментариях прикреплю или поищите метод простукивания можно по-русски написать простукивание точек их немного, в лицевой части, подмышками верхняя чакра это уголки глаз это угол глаза это под носом это подбородок мы всегда эти точки спонтанно трогаем когда думаем когда принимаем решения когда напряжены там что-то с нами происходит мы фокусируемся на чем-то когда испытываем стресс при принятии решений это даже статуя их всегда изображается если человек подхватил подбородок то он явно о чем-то задумался вот эти же точки стимулируются в таппинге то есть в методе простукивания при обработке подсознательных убеждений верований в общем на уровне сознания мы такую маленькую-маленькую вершинку Айберга осознаем а вот подсознание я сейчас не скажу наверное в следующей свече я просто порядок цифр забыла ну там допустим в 300 тысяч раз по-моему больше сигналов происходит когда-то я читала давно-давно исследования я думаю они уже не актуальны но методы исследования изменились по-моему это 20 тысяч сигналов обработанных в секунду все это мы как тело каждая клетка мы как поле, как ДНК обрабатываем и на уровень сознания только определенные ассоциации которые у нас уже в файлах, в программах есть выходят для принятия решений так вот стимулируя эти точки мы помогаем доставать все больше и больше информации из подсознания и там идет в начале в любом даже вопросах денег в начале идет убеждение, признание, принятие убеждений которые привели нас к сознанию бедности ну вот эти вот школьное воспитание родительское, родовое убеждение, установки подслушанные у родителей это какие-то вот бытовые, простые вещи всегда на занятиях когда мы идем в первопричину возникновения переносимся туда потому что пространства и времени нет это обычно очень что-то бытовое где-то услышаны напряглись уши где-то услышали потому что родители или там взрослые шепотом что-то говорили ребенок всегда на стрёме вдруг это что-то особенно в не самой благоприятной обстановке растущей вдруг это что-то касающееся его личной безопасности он прислушивается почему короче секреты надо говорить громко и таким ненапряженным тоном тогда их никто не будет слушать а как только обычный тон меняется и как только снижается там шепот люди обычно прислушиваются так мы устроены чтобы выжить и вот так дети слышат какие-то рассуждения родителей которые пытаются это сказать тише чтобы не напрячь никого или ребенка не напугать и это остается в поле в сознании как подсознательная программа кстати вчера я делилась делала отжиги и в зонах военных действий и в мирных местах чтобы это осталось миром и одновременно делала для квантового скачка несколько личных свечей я свое выставила чтобы можно было с ней сливаясь тоже проходить в очищение так называемой кармы отпускание доработку гештальтов закрытие гештальтов и рядовых каких-то детских установок рядовых установок которые родители нам на транслировали в нашем детстве и так далее и так далее значит два человека которые свечи которых жиглись вместе с моей там вообще феноменальные быстрые результаты через минут 20 постучал человек с удивительной просьбой в продленный комендантский час и это чистый признак человека живущего на твоем потоке после чистки такие люди сразу проявляются или звонят или пишут что-то проходит а тут еще пришел и забрать что-то хотел с квартирой потом то есть проявился человек который больше всего забирал энергии у этой семьи а дальше интересней где-то через минут 30-40 в разговоре всплывают еще факты утром еще больше фактов как тот человек как родители этого человека представили много лет назад как определенного определенную роль играющего в жизни этой семьи и он так и остался поэтому и питался много лет с подачей мамы которая в принципе зла ребенку не желала просто пыталась устроить жизнь ребенка и обеспечить будущее и зацепила ну в общем выстроила так как это личная история я не знаю как ее аккуратненько рассказать она выставила зацепила определенные крючки ассоциации и мысли под подростку и они только вчера после чистки родительских сценариев вот этой свечи которая вычищала и помогала сделать квантовый скачок и убрать все старые дуальные убеждения которые мешают телу перепрошиться пройти вот эти температурные скачки и ускорить вращение электрона вокруг ядра то есть пойти на вот это так называемое древности вознесения на перепрошивку все эти такие мощные слои очень тягучих низкочастотных энергий которые человек вынужден был проживать всю свою жизнь с подросткового возраста и попадать в очень страшные ситуации и вот сегодня выясняется вчера я услышала пару фраз и решила что сегодня я обращу внимание человека на них что это установочки а вскрылась намного больше из этих фраз просто убеждения человеку подкинутые вот так вот просто шутят подкинутые авторитетом виде мамы и прожитых после этого с где-то 14 лет до 50 трешаковых лет и переданные сценарии детям то есть вот такие вот маленькие какие-то фрагменты которые нас обрезали нам крылья добавляли нам или внушали нам неверие в себя обрезали нашу собственную многомерную уверенность в планах на будущее в нашем в наших талантах установки которые ограничивали может быть даже типа ради блага ребенка чтобы не больно было падать потому что родителю не удалось взлететь и он уверен что или кому-то там рядом было больно падать в общем все эти установочки которые мешают жить в изобилии у каждого из нас свое изобилие я уверена что но я точно знаю что эти свечи будут смотреть люди у которых которые живут по сравнению с другими людьми достаточно изобильно но внутри даже у самого богатого человека если стоят эти паттерны нехватки то им тоже кажется что тигру в клетку не доложили вот везде эти ограничители сколько бы денег ни было и у того у кого вообще сейчас нету ни копейки и у того кому не хватает еще одного миллиона для осуществления своей какой-то мечты вот пусть это выжигается свеча она и родилась как продолжение той квантовой того квантового скачка и той чистки которую я вчера прожигала чтобы появились эти ключи внутри впускания в свою жизнь благодарности радости изобилия позволение себе принимать потому что вселенная всегда дает мы просто часто не умеем принимать у кого-то убеждения я не достоин это не для меня у кого-то убеждения маловато будет лучше вообще не брать и так далее они очень разные эти убеждения кому-то не хочется быть должным кто-то не считает себя вправе это иметь или недостаточно хорош перфекционистов тоже очень много из нас школа делала перфекционистов если человек не был искренним заядлым хулиганом и двошником то в нем хоть в какой-то степени пытались сделать из него отличника и перфекциониста сама отличница я знаю о чем я говорю но я правда хулиганистая отличница пламя очень доброе очень глубинное глубокое просто почему-то когда я смотрю в камеру я не вижу половину этого света внутреннего таких пространств которые вот хочется оно ворсистое я называю такое пламя кристальное в эти пространства хочется входить внутри них находиться и оно доброе очень ну а фоном хотя мне youtube половину моих видео вообще ну не половину несколько уничтожил потому что авторские права по идее просто монетизация у меня и нету просто монетизация идет автору тут мне что-то прям заблокировали видео с тибетскими монахами здесь сейчас и целительные мантры тибета звучат и водопады из мест силы и энергетические сеансы и там что-то настройка по-моему сакральной чакры по крайней мере я собиралась ее поставить может быть забыла сейчас проверю несколько треков одновременно несколько энергии смикшированные и работают одновременно для того чтобы работать со всеми сферами со всеми энергетическими центрами сферами жизни со всеми энергетическими телами сферами так так это сложновато сейчас немного энергии отпускания 128 герц отпускания внутренних конфликтов ясен пень что если есть внутренние конфликты ни о каком изобилии балансе не может быть и речи ну вот это вот внутреннее банальное противоречие касающиеся финансов я считаю что я достойный тигру не докладывает одновременно я не могу это принять потому что я не очень достойно или недостаточно хорош или мне реально не докладывают как кристально заиграл от нами или еще что-нибудь в этом духе вера в то что я не получу то чего я достоин потому что мир несправедлив или хочу и не хочу или вот я знаю людей с таким конфликтом хитро попы я хочу всего но пусть мне это просто так за то что я существую вот так вот принесется в принципе желание неплохое мы здесь работаем на энергетическом плане просто своим существованием уже достойно многого но я знаю людей которые знала людей которые не хотят раскрывать свой творческий потенциал в этой общей игре человечество просто вот я есть и несите мне давайте мне такой нарциссизм достаточно яркий нарциссизм это психическое заболевание и его желательно полечить и это обычно абьюзеры там пикаперы люди которые питаются за счет ресурсов знания умений и силы других людей и хотят чтобы их любили такими какие они есть но в общем еще себе мамочек чтобы паразитировать мы не для этого пришли не для того чтобы паразитировать я как раз смотрю на фибоначчи то есть да мы достойны всего просто по факту рождения уже ушел ушел уже ушел по физикам начинающего сейчас сейчас да по своему одним своим существованием мы уже достойно очень многого но при этом мы сюда еще пришли творить развиваться и эволюционировать а не паразитировать как купыри какие-нибудь поэтому конструкция нарциссов она не работает и они проходят очень сложные кармические тюрьмы материальных привязанностей там вся эта история потому что кого чего болит тот о том и говорит если человек хватает ценит только материальное его материальное и учит своим отсутствия